всем привет с вами вова ломов и теплица социальных технологий я делал недавно ну меньше месяца назад screencast в плагине для wordpress you as seo и говорил о seo как о понятии которые естественно всем известно и мне действительно кажется что все знают что это но как говорил один из моих учителей когда я начинал преподавать своем первом университете непонимание аудитории это величина которую невозможно переоценить поэтому сегодня я вернусь к этой теме расскажу просто о том что такое seo хотя просто о seo рассказать невозможно минимальный курс должен занимать минимум часов 6 причем с крутым специалистом а потом еще пару месяцев практике у нас с вами две минуты так что поехали вы вводите запрос поисковой строки яндекса например яндекса скажем купить холодильник и видите после рекламного блока что на первом месте в выдаче идет эльдорадо потом техносила потом какой-то рбт и т.д. это первая страница в выдаче то что называется топ 10 то есть верхняя десятка потом есть вторая страница 40 80 и так далее яндекс нашел 87 миллионов страниц понятно что если ваши страницы по этому запросу на 30 тысяч сороковом месте вы никогда не продадите свой холодильник так вот seo это комплекс мер которые вы предпринимаете у себя на сайте для того чтобы подняться в поисковой выдаче по какому-то запросу что и на каком месте выдавать определяет алгоритм яндекса matrix нет построены на методе машинного обучения поисковые пауки или краулеры заползают на ваш сайт проползает по всем ссылкам по каким-то своим критериям анализирует его алгоритм анализа держится в строжайшем секрете этот анализ называется индексированием результаты индексирования заносится в базу и при оценке релевантности запроса яндекс уже не бежит снова по всем сайтам а работает с этой проиндексированной информации соответственно вы не можете указывать яндексу что выдавать на первом месте а что на втором но вы можете сделать свой сайт или страницу так чтобы яндекс сам решил что ее нужно выдать на первом месте или на втором ведь он же не человек он машина железка хотя и очень умная а сейчас когда он задействовал нейросети в индексировании сайтов еще и хитрая вот в былые добрые времена скажем году в девяносто восьмом когда весь яндекс размещался на трех компьютерах провести его мог ребенок да что там девяносто восьмой еще лет семь назад существовали ссылочные фермы тогда индекс цитирования играл одной из главных ролей выдачи и простым наращиванием ссылочной массы правильно расставляя болды и h1 да что там h1 внутренней перелинковкой можно было выскочить в топ-3 по высокочастотному запросу хотя в последний я никогда не верил но при этом всегда линковал да но есть и плюсы раньше яндексу можно было подпихнуть все что угодно были бы деньги ну конечно не совсем уж что угодно но сеошники действительно сильно могли влиять на выдачу сегодня эти умудренные сединами люди когда к ним обращаются за помощью говорят делайте просто хороший сайт удобный нужный посетителям с уникальным контентом и вы подниметесь в выдаче а мы вам в этом поможет поэтому сейчас все это скорее советы по тому как сделать хороший сайт чтобы он соответствовал требованиям поисковой системы под определенные вами запросы а для этого вам нужно составить семантическое ядро сайта то есть определить запросы по которым вы будете продвигаться создавать уникальный контент при этом статьи не должны быть слишком большого объема разбитыми на абзацы очень желательно дополнить статью фотографиями графиками очень хорошо работает видео на сайте с технической точки зрения важны параметры title заголовки в теге h1 и description это то что осталось от старого seo кроме того нужно работать с юзабилити то есть удобством сайта для посетителей поскольку поведение посетителей на сайте также имеет большое значение для алгоритмов поисковой системы и еще много чего имеет такое значение сегодня моей задачей было просто ввести в курс дела вдруг действительно кто-то не знает что такое seo в ближайших да и в последующих выпусках мы еще будем касаться этого вопроса но уже детально то есть о каких-то отдельных процессах более подробно поэтому подписывайтесь на канал оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и и любите друг друга